В Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной премии в области предпринимательства «Золотой Меркурий». Конкурс проводят среди малых российских предприятий и компаний-экспортеров ежегодно на протяжении 18 лет. В этом году поступило около 250 заявок. Из них выбрали 38 лауреатов и победителей. Критерии отбора продиктованы нынешней ситуацией в мире. Прежде всего, быть успешным в 2020 году, получить прибыль. Второе, не потерять рабочие места, наоборот, добавить и быть социально ответственным. Очень важно было в 2020 году, чтобы не забывал наш работодатель о тех работниках, которые его окружают. А если кто-то попал на больничную койку или требует лекарства, или средства индивидуальной защиты и так далее, мы посчитали, что обязательно должен быть в главном критерии. 18 номинаций, три из них посвящены семейному бизнесу. «Золотого Меркурия» за лучшее семейное предприятие вручили семье Косовых из Белгорода. На сегодняшний день мы оказываем услуги в сфере медицины и здравоохранения. Это лабораторная диагностика, функциональная диагностика, электрокардиография. На самом деле, то, чем мы занимаемся, очень востребовано на сегодняшний момент у нас в области. И надеемся, что будет востребовано за ее пределами. В Торгово-промышленной палате рассчитывают, что в этом году в законодательстве появится отдельная категория – семейные предприятия. Соответствующий документ обсуждают в правительстве. Цель премии «Золотой Меркурий» – содействие развитию предпринимательства в России, поощрение наиболее успешных предприятий. Я считаю, что все предприниматели, которые номинированы сюда и получают какие-то премии в номинациях – это действительно компании, ищущие, которые хотят не только торговать и производить на внутреннем рынке, но и на внешний рынок. Тем самым привлекать страну валюту, тем самым получать новые технологии. То есть это очень позитивная, хорошая премия. В награждении лауреатов премии принимают участие представители Совета Федерации, Государственной Думы, политики, общественные деятели и главы компаний. Для банка, на самом деле, торговая промышленная палата очень помогает тем, что дает обратную связь. Это вроде бы как связующее звено между нашими клиентами и их трудностями, с которыми они сталкиваются, с какими-то потребностями, которые для них важны. То есть мы, слушая и получая эту обратную связь, можем, на самом деле, лучше создавать продукты. По данным Федеральной налоговой службы, по итогам прошлого года численность микро, малых и средних предприятий в России составляет около 6 миллионов. Из-за пандемии сегмент МСП пострадал больше других. Поэтому различные меры поддержки, включая премии, сегодня как никогда необходимы бизнесу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok